Уезжаю домой, мама, так сказать, обрадованная. Ой, Витя, сыночек приехал. Боже мой, Витя приехал. А когда она, типа, вот это Боже, даже... Боже мой? Да, тогда она сказала, ой, Божечка, Витя приехал. А я же там, скажем, проходил, изучал, атеизм, да? Изучали, учебник был, Библия для неверующих. И я, поскольку я грамотный, а мама в школе никогда не училась, я маме сказал, мама, ты вот Божечка, Бога нету. Это ее попы придумали. А мама тогда сказала, Витя, Витя, ты так не говори. Тогда-то мама и признала сыну, что сама его видела. Было это в ночь на Пасху возле храма. Господь явился маме во сне. Насколько в станице по тому времени не было света, полной теми, говорили, хоть окукали, вот так, темнота полная. Поэтому, как бы, старались все, пока еще светло, поближе к храму. Ну и страшно в темноте там. И вот я взяла ведерко, в ведерко положила, значит, там куличи, яйца, которые надо потом, так сказать, освещать, да, крашеные. Пришла, возле храма села, ждать долго, и я, так сказать, ведерко накрыла, вот этот платочек, который был завязан, и там вот сижу, там молюсь, сижу его. Я, как бы, задремала, и вдруг, она говорит, разверзлась в небо, и я увидела, вот, небо, и на небе Христос. У меня первое, когда она сказала, разверзлась в небо, это, как бы, слово церковнославянское. Значит, как бы, мама в этом отношении окажется, как бы, грамотная. И вот Роза говорит, да, Иоанн Креститель и ангелы. И она говорит, ангелы почему-то все в красном, она знает, что ангелы всегда в белом, а здесь почему-то в красном. Я только теперь понимаю ответ ее. И вдруг, говорит, раздается с неба голос. И она сказала, не человеческий голос, но как бас. И вдруг, говорит, Наташа, ты теперь веришь, что Бог есть. Я только в восторге, а ну, раз, и все прокатилось. А в это время ударяет колокол. Вот, понимаете, как она могла неграмотно похудиться, увидеть Бога. Это рассказ начинающий фольклорист Виктор Захарченко даже записал. Мамин сон настолько поразил его, что больше атеистические лозунги он не вспоминал.